Вот уже несколько эфиров подряд. Господь показывает нам, я верю, самое главное, Его взгляд на то время, в которое мы живем. Причем, как для верующих людей, так и для неверующих людей. Нет разницы, потому что Бог умеет говорить и с верующими, и с неверующими. Аминь. Мы все когда-то были такими, знаете, библейские школы не заканчивали, библии не читали, но тем не менее, наше сердце умеет слышать Бога. Господь знает, как говорить. И вот то, о чем мы сейчас говорим, аминь. О последнем времени, о том, что Господь собирается делать, о том, как Он это собирается делать. Мы говорили о взгляде на последнюю жатву. Мы говорили о том, что Бог все еще, как Библия говорит, Он разрушает советы язычников. Он все еще хочет вмешиваться в жизни наших стран. Он все еще продолжает это делать. Это не то, что Он какой-то далекий, Ему неинтересно, что происходит. Он только о горнем, да, вот то, что горнее, это вот да, пожалуйста. Нет, конечно же. Потом мы говорили о том, что это происходит через нас с вами. И все предыдущие эфиры у нас в ленте, вы просто можете отмотать и быть, и слушать в записи с удовольствием. И это послание называется «Три отмычки для пробуждения» или «Три твоих «да» для пробуждения». И интересно, почему отмычка, а не ключ? Потому что отмычка – это универсальное приспособление, которое может открыть сразу несколько замков. Отмычка может открыть замок, даже если ключ потерян, выброшен. И когда замку уже нет дела до этого ключа, понимаете? Иногда наши сердца, вот такие наши сердца. А Господь приходит, и вот как сейчас, да, мы в абсолютном Божьем присутствии, в благодарности. И что-то происходит нашими сердцами. И вдруг, буквально еще пять минут назад, и меньше всего тебя вообще интересовало, там, Божье предназначение, что Господь хочет. Но в Его присутствии что-то происходит с сердцами. Он отмыкает замки сердец. И мы начинаем вдруг понимать, что настоящая драгоценность, что действительно важно сегодня. Как наша жизнь быстротечна, как близка вечность. И как ценно нам услышать, что Дух Божий сейчас говорит нашей земле, что Бог, Творец хочет сказать Его людям. Людям в церкви, людям вне церкви. Именно это и происходит. Поэтому, дорогие, каждый раз, когда я начинаю молиться, я прошу у Господа откровения для следующего эфира. Я снова начинаю слышать это главное послание. Вот в это время, в которое мы живем, Бог будет делать так, суверенной своей рукой, что Его Царство, другими словами, Его ощутимое присутствие, оно станет явным. Просто люди будут ощущать и понимать, есть Бог. Как я однажды помню, еще была в своем маленьком городе Староконстантинове. Приехала на каникулы, уже училась в училище культуры. Я помню эту молитву сейчас детально, когда вдруг Божье присутствие обрушилось на меня, и мне хотелось спрятаться. Я буквально залезла под коврик, потому что Его святость была такой понятной, и мое тело не знало, как реагировать. Представляете, в сердце я понимала, это Бог, это Он. Я не могла ошибиться, я знаю, а мое тело просто трепетало, потому что такая святость наполнила комнату. Вот что будет происходить в последнее время. И мы говорили об этом в наших последних эфирах, что Господь это будет делать повсеместно, в разных странах, в разных сферах общества. И что люди у власти, никто не будет говорить, что я не знал, меня не предупредили. Каждый будет стоять перед четким выбором. Аминь. И Господь продолжал говорить, что это будет через нас с вами. Что Он поставил здесь людей верующих, Его семью Божью, которые имеют в себе этот Дух Святой, эту силу. И помните, Иисус сказал, Царство Божье внутрь вас есть. То есть, современным языком, оно внутри вас. Это огромная тайна. Христос в вас, Царство Божье в вас. И помните, древняя книга «Пробуждение начинается с меня». Да, люди, которые вот не церковные, вам вообще ничего это не скажут. А те, которые вот верующие, уже до какое-то время. И мы всегда думаем, пробуждение начинается с меня. Сразу какая-то картина такая рисуется. Вот, прихожает пророк и говорит, ты, Светлана, ты, Андрей, ты, Аксамита, вы избраны Богом. Ну, пробуждение начнется с вас. Да, вот какие-то такие картины. А на самом деле, пробуждение начинается с меня. Это значит, что когда мы осознаем, что внутри нас сила, которая воскресила Христа из мертвых, вот тогда мы понимаем, что с этой силой я не могу просто ходить, просто есть, просто спать, просто смотреть телек. С этой силой у меня есть предназначение. Вот, как начинается пробуждение с каждого из нас. Поэтому Господь сейчас объединяет тысячи и сотни тысяч и миллионы верующих людей с одним простым посланием. Вот эти три «да». Давайте сегодня все, кто сейчас в эфире, аллилуйя, наши драгоценные, все вместе скажем эти три «да». Итак, первое «да», первое «да» – посвящение и дисциплина. Все очень просто и все очень понятно. В то время, как я говорила как-то, что нам важно не отделять, вот, это духовная моя жизнь, а это вот моя такая, ну, практическая жизнь, моя карьера там, да, моя учеба, работа. Нет, нам надо ходить с Богом. Но в то же время есть моменты, когда мы ходим с Богом, и мы понимаем, что Дух Святой зовет нас провести это время отделения и посвящения с Ним. И в такие моменты, как правило, Он что-то говорит, что буквально переворачивает тебя изнутри. Вот в такие моменты ты слышишь, как Господь хочет направить твою судьбу. В такие моменты происходит что-то судьбоносное. Мы даже знаем, да, когда Иисус, Он уходил в пустынные места и молился. Конечно, Он ходил всегда с Богом. Аминь. Конечно, Он говорил, что я ничего сам от себя не делаю, я всегда вижу Отца Творящего. Тем не менее, есть что-то особенное, когда ты реагируешь на Его призыв, и ты говоришь, Господь, только ты и я. И в такие моменты Господь хочет что-то особенное говорить и делать. Пожалуйста, скажите ваше первое «да» на Божий призыв. Мы будем дисциплинировать себя. Мы будем действительно заходить вместе с Богом в эту комнату переговоров. Помните откровение о комнатах? Кухня, гостиная и есть комната переговоров. Когда мы сидим с Богом, и Он говорит, что Он хочет сделать. Может быть, песню написать, да, через вас. Может быть, организовать какое-то движение, какую-то общественную благотворительную организацию. Открыть движение христианское, объединиться вокруг Божьих целей. Услышь. Для этого нужна дисциплина. Аминь. Поэтому здесь, по-моему, все понятно, да, с этим первым пунктом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Явно. Итак, есть практические вещи, но иногда нам нужно просто услышать и находиться там, где Бог видит нас. Еще один пример с пророком Илией, когда Господь ему сказал, помнишь, иди к потоку такому-то, и я там повелел воронам кормить тебя. Я много раз слышала, когда проповедники, служители говорили, и Бог обратился ко мне, и Он сказал мне поехать туда. И там Он говорил со мной. Знаете, вот есть в этом мечта очень особенная. Будьте, пожалуйста, чувствительны к этим моментам. Мы говорим «да». Мы говорим «да, Господь». Мы хотим быть послушными, когда Ты зовешь нас в тайную комнату. Мы говорим «да» тебе и «да» пробуждению. Аллилуйя. Второе «да». Вторая отмычка для сердец, через которые пробуждение придет на эту землю. Вторая отмычка для наших сердец. Итак, смотрите, Римлянам 5 глава, 5 стих. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И я прочитаю. Это то время, когда для нас решающим является получение откровения о Божьей любви. Когда мы окунаем себя в Его любовь и подключаемся к Его любви. Пробуждение последнего времени, распространение реальности Божьего Царства не придет от наших способностей, от наших песен только. Ну, от наших я имею в виду. Оно придет от Духа Божьего. И мы не можем переоценить это откровение. Слово Божье переполнено примерами того, что только Божья любовь может способна вести брань не против плоти и крови, но видеть мотивы людей. Также любовь Божья не всегда выражается тем, что мы вот, ну, моем друг другу ноги, образно выражаясь. Мы просто служим друг другу. Когда мы знаем откровение о Божьей любви, тогда Дух Святой может через нас служить кому-то обличением, да, святостью, каким-то серьезным предупреждением. Потому что Дух Святой знает, как кому служить, какое слово кому сказать. И именно откровение о Божьей любви, пребывание в Божьей любви, имея мотив любовь, мы становимся эффективными в Божьем Царстве, понимаешь? Потому что вера действует любовью. Потому что Дух Святой излился в первую очередь, как любовь Божья, и его сила высвобождается через наше откровение о любви. Именно поэтому апостол Павел, зная, что миллионы и миллиарды людей и поколения вперед будут читать молитвы, которые он написал. Он написал именно вот эту молитву. Молитва к Колоссянам, 3-й, 14-й глава, 3-й глава, 14-й стих. Облекитесь в любовь. Один из переводов написан, которая совершенным образом связывает и удерживает все. Связывает и удерживает все. Окунитесь, облекитесь в эту любовь. Аллилуйя. И также еще в одной молитве он говорит, что нам надо понять откровение, получить о любви. Какова широта, долгота, глубина Божьей любви. И, аллилуйя, это он молился о каждом из нас, дорогие. Итак, вера побеждает мир. Вера действует любовью. И служение любви, это служение духа. Аминь. Точно так же, как Господь сказал пророку Иеремии. Помнишь, я призвал тебя и насаждать, и искоренять. Когда мы имеем откровение о Божьей любви, о Духе Святом через нас, тогда мы можем быть буквально носителями Божьего Царства. И кому-то, если нужно закрыть рот и сказать, замолчи во имя Иисуса, я не позволяю тебе это говорить, я не позволяю тебе это делать, тогда Божья любовь это сделает через тебя. И власть Божья проявится, когда ты будешь ходить в абсолютной любви и в вере. Аминь. Итак, мы принимаем и мы говорим это да. Мы говорим да, откровение о Божьей любви. Мы действительно понимаем, что без любви мы, как медь звенящая, кинвал звучащий, что все пройдет, но Божья любовь пребывает. И Дух Святой, это печать Божьей любви внутри нас. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь, за это откровение. Дай нам укорениться. Дай нам облечься в любовь превыше всего, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи. И третье наше да. То, что я верю сейчас, открывает наши сердца, через которые будет течь великая сила Святого Духа и великая реальность Царства Божьего для тысяч и миллионов людей в это последнее время. Ты хочешь услышать? Спасибо. Аллилуйя. Итак, Лука, 1 глава, 35 стих. Помните, когда ангел пришел к Марии? И когда он сказал ей, что она зачнет в очреве и родит сына. И когда Мария, вот интересно, я даже не могу представить себе, что происходило в ее голове, в ее сердце. Во-первых, ангел пришел. Уже, да? Во-вторых, такие вещи говорит. Но смотрите, какое потрясающее смирение и доверие. Она говорит, как это будет, если я мужа, не знаю. И ангел ответил ей вот эти слова, которые я верю сегодня, являются отмычкой и открывают все замки, твердынь, неверие, разочарование. У тебя есть вопрос, у Бога есть ответ. И он звучит так. Дух Святой сойдет на тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Драгоценный, третье да. Если мы хотим с вами быть теми, через кого пробуждение и Царство Божие распространится на этой земле, это понимание того, что мы с вами обличены силой свыше Царства Божия, присутствие Божье, пробуждение потрясающее, то, о чем пророки пророчествовали и древние, и современные. Все это, внимание, внутрь вас есть, внутри тебя есть. И только в Божьем присутствии, облекаясь в Его любовь, находясь в время, отделяя время личного общения с Ним, понимая откровение, что мы обличены силой свыше, вот тогда такой человек становится абсолютным, непробиваемым и неуязвимым орудием Божьей любви и святости в руках Господа. Именно так начинается пробуждение. Именно так будет происходить вот в эти последние дни, дорогие. Господь сказал в евреям, и помните, да усовершит вас во всяком деле благом. И еврейский перевод, мне так нравится это. Смотрите, пусть тот же Бог обеспечит вас всем необходимым, чтобы вы могли исполнять Его волю. И пусть совершает в нас все по собственному усмотрению через Иисуса. Еще один перевод. Господь да оснастит вас. Это и есть Его оснащение. Когда мы начинаем ходить близко к Нему, неизбежным происходит то, что Бог начинает нам что-то доверять. И мы вдруг понимаем, что мы здесь не свои. Мы не просто рождены, чтобы прожить какую-то жизнь, смотреть телевизор, работать какую-то работу, зарабатывать какие-то деньги. Нет! Господь говорит, есть что-то большее, есть что-то, что я хочу совершить на этой земле, пока еще эта земля здесь, пока она еще не сгорела. И вот Он сейчас собирает нас с вами. Он собирает под свои крылья. И Он говорит все те же простые слова. Пойдешь ли ты со мной? Услышишь ли ты мой голос? Облечешься ли ты в мою любовь? Поверишь ли ты, что сила Духа Святого уже сошла на тебя? Уже осенила тебя? И рождаемое через тебя назовется Божьим. Дорогие, молимся. Я молюсь за каждого, кто сейчас в эфире. За каждого, кто будет смотреть это послание в записи. Я говорю, чтобы то, что рождается через вас, вследствие того, что вы ходите близко с Богом, вы отделяете время для Него, вы облекаетесь в Его любовь. Именем Иисуса Христа я говорю, то, что рождается. Этот плод, эта удивительная мечта, это чудесное призвание Божье, я называю его Божьим, во славу Господа, да исполнится все. Господь, мы молимся сейчас друг о друге. Мы просим, чтобы ты, ты, потому что все от тебя, и только тобой, и только к тебе. Мы сами по себе не можем ничего, но в тебе, Господь, мы можем все. Дай нам, Господи, эту милость, ходить близко к тебе, отделять это время, пусть даже ночью. Кто-то говорит, да я работаю сутками, я падаю на свою постель. И ночь, есть ночь. Просто общайся с Господом, Он будет давать тебе бодрость, Он будет давать тебе силу. Просто прояви это желание и готовность. Господь позаботится об этом. Во имя Иисуса мы отделяем это время для тебя, Господь, чтобы слышать, что ты говоришь лично нам, чтобы не просто слышать заученные цитаты телепроповедников, но чтобы, Господи, наконец, твои овцы услышали твой голос, говорящий к ним во имя Иисуса. И мы снова говорим сейчас пророчески наши три дар для великого, Господи, величайшего пробуждения и демонстрации твоего царства, мира, праведности и радости во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем, дорогие носители Божьего Царства. Аминь. Аминь. Аминь.